Солигорский краеведческий музей. Каждый желающий может прийти и познакомиться с экспозициями и экспонатами. Музей молодой. Свои двери он открыл для посетителей чуть более 40 лет назад. Но среди предметов есть вещи, которые относятся ко второму-первому тысячелетию до нашей эры. Все началось со сбора экспонатов, которые были посвящены быту и личным вещам не только шахтеров, но и первых строителей. Все было приурочено к ним. Изначально он назывался как музей трудовой славы. То есть все экспонаты были посвящены именно этой тематике. Начинали собирать экспонаты примерно со второй половины 70-х годов. И вскоре было принято решение о открытии краеведческого музея. Музей был открыт в августе месяце 1984 года. Ну и действует, собственно, до всех дней. Краеведческий музей широко направленный. Здесь можно увидеть чучело животных, птиц и насекомых, предметы быта, народного ткачества, экспонаты Великой Отечественной войны. Немаловажное место занимает экспозиции 20-х-40-х годов. Солигурский музей уникальный в своем роде. Изначально он задумывался как музей шахтерской трудовой славы. Поэтому и переступив порог здания, окунаешься в розовато-оранжевые цвета калийной соли. А закругленные края боковых витрин и заниженные потолки напоминают проходческую лаву. И все это дает посетителю возможность почувствовать себя в недрах земли. Наш музей включает в себя, скажем так, три основных блока, три основных зала. Зал, в котором мы с вами сейчас располагаемся, это зал природы и экологии. Рассказывает он у нас не только о птицах и животных, которых можно встретить у нас в природе, но также и о том, как же добывается основной полезной ископаемой, которым, собственно, и обязан возникновение наш город. Большой зал рассказывает. В нем расположены у нас несколько экспозиций. Это быт и занятия белорусов в 20-40-е годы на Старой Бельщине, наш край в год Великой Отечественной войны и также история города. Ну и, наверное, скажем так, визитная карточка нашего музея – это выставочный зал, в котором располагаются выставки самых различных, скажем так, художников, мастеров нашего города. Самые частые посетители музея – школьники и воспитанники детских садов. Здесь все. История города в архивных документах и фото. Красной ниточкой прослеживаются годы Великой Отечественной войны. «Быт и жизнь белорусов». Словом, каждый раздел экспозиции привлекает внимание людей разных возрастов. Большей популярностью у нас, конечно же, пользуется зал природы и экологии. Интересно, ну, не только взрослым, но, конечно же, самым маленьким детям, потому что обычно приходят показать своим деткам, и детям, конечно же, интересно посмотреть на этих зверушек самых разнообразных, всех тянет сюда. Вот, ну и даже для взрослых. Вот там, например, кто-то из родителей работает на Белорусска, и вот показать своим детям, вот как папа или там мама работает. Всем творческим личностям в музее рады. Они могут представить свои работы в выставочном зале. Особым спросом пользуются фото-выставки. В праздничные дни 9 мая, День независимости, День города, посещение музея бесплатно. На выходных, особенно там, например, суббота или первая половина воскресенья, тогда народа побольше. В праздничные дни народ у нас активно заходит. Несмотря на то, что у нас такое расположение немножечко не совсем удачное, в нашем музее, но тем не менее народ есть. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение истории. К 60-летию города в 2018 году музей надеется пополнить свой фонд фотографиями, уникальными личными предметами с олигарчан, которые стояли у истоков создания города. Довольно часто фонды пополняют вещами советского периода, которые уже не вписываются в современный интерьер, но которые не поднимается рука выбросить. Для музея нет экспоната, который неинтересен. Всего в Солигурском краеведческом музее хранится около 4 тысяч экспонатов. И в каждом из них жизнь. Наша история, которую мы общими усилиями должны сохранить и приумножить. Продолжение следует...